итак какую информацию хочу вам сегодня донести для уважаемых партнеров первое что у нас появился кнопка называется на профиль вот она на экране на вашем значит если нажать на эту кнопку вы можете поменять свою фотографию имя фамилию телефон понять пароль прямо можно в кабинете то есть берете старый пароль водите новые пароль и поменяли пароль и можно поменять почту на которую будет если вам нужно быть поменять пару можно поменять почту и подтвердить и все такая функция появилась у нас она уже работает можете ей пользоваться, добавлять обязательно, вот я смотрю, многие партнеры не поставили свои аватарки то есть захожу в профиль, а аватарок нет сделайте свои фотографии, поставьте, чтобы у вас было видно ваши особенно если вы оказываете услуги сейчас мы сделали реализацию так, чтобы услуги видно было прямо на карте то есть вот эта вот фотография исполнителя она как бы присутствует прямо на карте так, это первая информация, которую я вам хотел рассказать, следующая информация значит по поводу двух моментов, первое это в ТикТоке я провожу видеоконференции и мне там катастрофически не хватает онлайна, для того, чтобы разогнать ТикТок необходимо, чтобы в онлайне находилось хотя бы человек 50-100 как это сделать, чтобы вы меня поддержали то есть когда я начинаю трансляцию в ТикТок надо зайти и хотя бы минут 20 побыть там полайкать обязательно написать какой-то комментарий только не пишите там классный проект и все остальное задавайте лучше вопросы чтобы люди которые заходили чтобы они видели вопрос и видели ответ и вопросы нужно задавать такие, которые как бы раскрывают суть проекта ну и конечно же те вопросы которые вас тоже интересуют там обязательно нужно задавать потому что чем больше вопросов то есть алгоритм ТикТока обращает внимание на то, что как люди держатся в онлайне задают ли они вопросы и есть ли там диалог ну диалог состоит из того, что кто-то задает вопрос а я отвечаю вопрос-ответ вопрос-ответ ну конечно же много можно сказать да ну если можно было бы чтобы написали в чате список правильных вопросов которые можно задать и чтобы видео как аватар фото добавить не знаю как это делать ну как фото добавить я вам только что показал вот смотрите есть кнопка профиль видите на экране нажимаем на нее вот ваши фотографии вы нажимаете сюда и добавляете там с этого самого изображения какое у вас там ну сначала надо приготовить фотографию свою в телефоне это проще делается прямо с этого добавляется изображение документы ну в общем надо выбрать фотографию и добавить и все прямо здесь нажимаете на фотографии добавляете а здесь меняется имя вот на крестик нажали имя пропало новое поставили фамилию добавили телефон можно поменять на крестик нажали новый телефон написали и так далее тут все интуитивно понятно по сути еще какие вопросы будут так значит мы убедительная просьба давайте завтра в 8 часов я буду выходить в тикток постарайтесь максимально выйти в онлайн если у вас времени мало вы можете просто зайти с телефона и просто чтобы ну там где-то там что-то где-то тарахтело разговаривало но не выходите с онлайна и вопросы вопросы которые раскрывают суть проекта обязательно вот этот момент нужно сделать второй момент который я хотел сказать значит меня заблокировали рекламную кампанию в тикток в русскоязычном сегменте то есть сама платформа не работает а платформа там где рекламу можно раздавать заблокировали поэтому я сейчас начал развивать вторую часть тиктока украиномолну для украиномолну и аудитории там все видео будут на украинском мове я вам в телеграм сейчас сброшу после этого разговора эту самую ссылку и потихоньку там надо будет тоже присоединиться чтобы у меня увеличился мне нужно там набор наработать тысячу этих чтобы тысяча человек подписалось чтобы я мог там а проводить трансляцию и б проводить рекламную кампанию вот такие два момента я хотел вам озвучить а теперь давайте перейдем к вопросам которые вас интересуют может быть кто-то что-то хочет задать я там просил подготовить вопросы пожалуйста задавайте ну и коротко подведу еще раз итог первое появилась функция редактирования профиля второе пожалуйста на трансляцию в тикток приходите массово и занимайте по возможности пишите вопросы и третье в тикток появился новый аккаунт украины молнии вопросы пожалуйста добрый вечер у меня такой вопрос работает у нас сейчас по идее только Киев или можно с любого города по Украине уже работать ну смотрите у нас даже регистрируются люди в Польше сейчас вот если я в Польше поставлю точку и например напишу ладно не буду писать в категории там домашний мастер сантехник вот видите даже в Польше сантехнике они правда в разных городах порегистрировались но появились то есть люди регистрируются возьмем точку в Румынии поставим вот Румыния давайте попробуем тоже найти тоже есть люди которые регистрируются то есть наш проект международный в принципе но мы начнем желательно отсюда работать мы посмотрим по ситуации которая будет в стране происходить еще раз повторюсь что если вдруг мы увидим что мы не сможем проводить рекламные кампании в Киев Киевской области тогда мы будем выбирать страну например Польшу в Польше будем начинать рекламную кампанию или какой-то другой от чего это зависит это зависит от юридического сопровождения еще раз повторюсь кто не знает чтобы запустить проект в любой другой стране а мы это будем делать обязательно мы будем развивать проект во всем мире я уже неоднократно об этом говорил и кроме Китая нас пустят в любую страну но по-разному пустят то есть есть страны в которых там сильно забюрократизировано и надо будет многие моменты поправлять в связи чтобы их законодательство чтобы наш проект не противоречил их законодательству а в некоторых странах это будет проще так вот мы будем заходить сначала в те страны в которые будет проще заходить и таким образом масштабироваться в разных городах и в разных странах. Еще вопросы, пожалуйста. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот уже как неделю идет у вас рекламная кампания в соцсетях, и мы как бы активно участвуем в этом процессе, оставляем свои комментарии, лайки. Но это уже приносит какие-то свои плоды или нет? Да, к нам вот мы там немножко с ссылкой попутали, не та ссылка подавалась. Вот, ну, позавчера мы поменяли ребята, которые занимались, и у нас уже за, ну, вот вчера зашло три партнера за вчерашний день. За сегодняшний день там переговоры тоже ведут. Ребята, нам нужно найти, а, вот еще один момент, который я хотел бы, чтобы озвучил. По сути, нам нужно найти 150 партнеров, и мы, в принципе, готовы. Приложение на Android, iPhone нам надо протестировать, вот, чтобы оно работало до старта. И, в принципе, мы можем начинать рекламную кампанию. А 150 человек, ну, нас уже на сегодняшний день 800 человек. Если, грубо говоря, каждый третий приведет по одному партнеру, мы можем начинать. Я так правильно посчитал, да, если 800 человек разделить на три, это сколько будет? Где-то приблизительно так. Короче, каждый партнер по одному приведет, каждый третий партнер приводит одного партнера, и все. И мы в самый трудный этап пройдем и начнем рекламную кампанию. Еще вопросы, пожалуйста. Сергей Васильевич, а почему вы говорите, что в Киеве может не пойти? По-моему, это самый большой город, и здесь все работают более-менее тихо. Света нет, неизвестно, насколько это затянет. Ну, все зависит от вот этих блэк-клаундов. Если стабилизирует, сейчас я рассчитываю, я хочу в Киеве запуститься, я очень хочу это сделать. В Киеве, Киевской области. Почему? Потому что там, во-первых, нужны специалисты, это первое. И все-таки это украинский продукт, он должен запускаться в Украине первым. Вот. Сейчас вот эти вот Петрио нам привезут, которые будут сбивать все ракеты, которые к нам будут лететь. И я думаю, что ситуация стабилизируется, и как раз мы как раз доберем этих 150 партнеров. И я очень хочу запускаться в Киеве, так будем говорить. Но я говорю, что есть запасной вариант. Если вдруг там что-то не будет получаться, то придется запускаться в другой стране. Например, Польша. И в Киеве можно туда едут все бизнесмены, и там очень много людей. Все, тогда договорились. Значит, первое, завтра в 8 часов я буду выходить на трансляцию. Пожалуйста, максимально подключитесь, и нам нужно разогнать там обмен, чтобы попасть в рекомендации. Не услышал вас. Не услышал. В 8 часов вечера. Так, ну все тогда. Значит, подвожу еще раз итог. Первое. Появилась кнопка профиль, там где можно поменять свои данные и изменить пароль. Второе. Обязательно на трансляцию заходим, максимально присутствуем в онлайне, и максимально пишем вопросы. Ну и лайкаем, конечно же, с телефона. И третье, есть украиноязычный ТикТок. Я его завел второй, ну второй аккаунт на украинском языке, для того, чтобы попытаться раскрутить второй аккаунт, чтобы там запустить рекламу параллельно на украинском языке. Все, ребята, спасибо большое, что присутствовали. Всем хорошего дня, вечера.